Это фундамент, да, то есть это не вещь, которая... То есть вот нельзя просто взять и его сменить на что-то. Его можно сменить только в месяц с самой компанией. Всегда, когда заказчик спрашивает, а что за фреймворк, CMS, CMF, да, будет, когда говорят, что это будет Bittrex, ну, дальше вопросов не возникает. Легко продавать то, что везде продается. У Bittrex состоит реально глобальная задача. Научить всех разработчиков правильно работать со своим продуктом. И это они делают. И, конечно, в Bittrex очень много энергии его лидера. И в команде, которая делает Bittrex, очень много энергии лидера. И поэтому, может быть, мы и работаем с этим продуктом. Но это лучшее, что есть. Люди плюс продукт равно победа. Мы сегодня хотим сказать большое спасибо вам за то, что вы здесь. Хотим сказать большое спасибо нашим спонсорам. У нас сегодня генеральный спонсор компании Rusonics. Вы все с ней знакомы. Есть сегодня еще два спонсора, которые помогают нам освещать тему FZ54. Это модуль банк, стенд которого мы можем найти здесь. И компания Atoll. Стенд, который мы тоже можем найти здесь. После того, как мы поговорим про то, чем нам и нашим клиентам грозит FZ54, что мы с этим будем делать, можно будет детально подойти к коллегам и посмотреть на стенде, что все-таки конкретно вам придется делать, как решать сложности, какие подводные камни здесь могут быть. Сейчас, переходя ко второму докладу, я бы хотел акцентировать внимание вот на чем. Действительно, как я уже сказал, сегодня очень много разных потоков. И мы чуть-чуть позже поговорим про то, какие они и как они отличаются. Кстати, давайте я еще раз призову вас в мобильном приложении скачать либо в App Store, либо в Google Play приложение конференции. Там есть вся программа, по ней можно ориентироваться. Там есть вопросы, которые можно будет задавать спикерам. Сегодня мы не принимаем вопросы из зала, потому что это очень сложно делать в зале такого формата. Поэтому все вопросы мы будем принимать в мобильное приложение, будем озвучивать, спикеры будут отвечать на них. Так вот, перед тем, как нам нужно будет определиться, в какой же зал все-таки пойти и какой контент послушать, мы бы хотели сделать вот такой акцент. С этой конференции нужно вынести большую ключевую идею. Одно или две. И слушать доклады нужно именно с этим посылом. Я бы хотел на сцену пригласить удивительного спикера Михаила Москотина. Михаил, поднимайтесь, пожалуйста. Доброе утро, коллеги! Есть те, у кого оно реально доброе. Вот так по-настоящему доброе. Отлично, спасибо. Мне очень понравилось название вашей конференции. Я возьму маркер. Готовлю все. «Измени взгляд и изменится мир». Мне действительно нравится эта фраза. Это то, во что я искренне верю. И мое выступление называется «Время действовать». У меня буквально 40 минут, чтобы поделиться некими инструментами, уроками, инсайтами. И у меня одна задача сегодня – это быть полезным. Быть полезным одному человеку, сидящему в твоем стуле. Я не буду обращаться к вам, я не буду обращаться к аудитории, потому что я не верю в «мы», я не верю во «все», я не верю в каждого. Я верю в одного человека, в тебя, сидящего в твоем стуле. И мой вот этот разговор, он будет с одним человеком с тобой. Если я что-то говорю, представь, что я обращаюсь к одному человеку, к тебе. Договорились? Окей. А с одним точно договорились. Хорошо. Меня зовут Михаил Москотин. Я бизнес-тренер, тренер компании «Бизнес Релэйшнс». Мне 39 лет, и моя задача – быть себе полезным. Я занимаюсь обучением взрослых людей, и вы знаете, взрослые люди, они особенным образом обучаются. Взрослые люди, они очень удивительные. И прямо сейчас, вот здесь тысяча человек в зале, и у тебя в голове есть понимание то, как жизнь устроена. У тебя есть в голове понимание, как нужно делать бизнес, как нужно выступать, как нужно создавать какие-то проекты. И выходит какой-то спикер, и если то, что говорит спикер, совпадает с тем, как ты думаешь, как ты смотришь на вещи, и тебе это нравится, тебе это интересно, ты это считаешь полезным, спикер автоматически какой? Хороший, нормальный, ну классно. Вот Сергей отлично выступил, да? Вот сейчас посмотрим, что второй спикер скажет. Если вдруг спикер говорит что-то, с чем ты не согласен, ты смотришь на вещи по-другому, ты считаешь иначе, у тебя есть некое свое мнение, в этот момент в твоей голове включается защита, и куда спикер идет со своим мнением? Да, 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 вы смеетесь, потому что вы знаете, куда он идет. Я родился в городе Пермь и как-то проводил тренинг в городе Магнитогорске, Магнитогорский металлургический комбинат. И рассказывают именно этот момент перед началом тренинга, как обучаются взрослые люди. И я говорю, и куда идет тренер? И кто-то из зала говорит, обратно в Перми. Я проводил тренинг в Перми, рассказал эту историю, то, что там для одной компании. Я говорю, и куда тренер идет? И кто-то из зала говорит, в Магнитогорск. Я говорю, отомстили, отомстили, отлично. Поэтому смотрите, друзья, в любом случае, все, что я говорю и все, что говорят спикеры здесь на этой сцене, все это лишь интерпретация. Интерпретация события под названием партнерской конференции 1С Битрикс. Китающая камера. Поверьте, друзья, прямо сейчас происходит событие. Событие. Событие под названием конференция, партнерская конференция. Кстати, кто был на конференции полгода назад? Поднимите руку. Отлично. Кто был год назад на конференции? Поднимите руку. Смотрите, можно вас попросить о маленькой просьбе, о небольшом одолжении. Я думаю, что следующие спикеры мне тоже будут благодарны за это, но для меня это важно и ценно. Можно попросить себя прямо сейчас максимально высоко поднять правую руку. Вот прямо правую руку подними максимально высоко. Окей, прямо чтобы я ваши подмышки видел. Не столько, сколько мне подмышки интересны, нужно понимать. Ребят, можете руку поднять? Я понимаю, что тяжелое занятие поднимать руку. На конференцию приехали. Окей. Опустите, спасибо. Левую руку поднимите. Отлично, здорово. Вы можете это делать, вы справляетесь. Опустите. Просто большинство людей, они руку поднимают вот так. Ты на него смотришь, он раз, почесался. А я вообще не при делах. И мы живем так же, и мы бизнес так же делаем, и мы на конференцию приехали так же. Мы все вот в полсилы. Мы же репетируем. У нас же будет еще одна конференция завтра, и послезавтра еще одна будет, и в принципе жизнь еще одна будет. Ну правильно? Ну я сегодня так разминаюсь. Сегодня это не по-настоящему. Поэтому давайте на этот день представьте, что вот это по-настоящему. Я очень люблю смотреть в зал, когда выступают другие спикеры, я наблюдаю за людьми. Происходит событие, выступает спикер, и в этот момент у тебя в голове рождается какая-то интерпретация, как ты смотришь на вещи, что ты думаешь по поводу этого спикера, и ты искренне думаешь, что то, как ты смотришь на вещи, так оно и есть на самом деле. Ты привязываешь свою интерпретацию к событию, и потом ты взаимодействуешь уже не с событием, а с интерпретацией. Если у тебя спросить, как была конференция полгода назад, то скажешь, ну неплохо, а кто-то скажет, да скучно. Кто-то скажет, ну так. Я смотрел на некоторых в зале, когда выступал Сергей, и кто-то сидел на краешке стула, и прямо он приехал что-то получить, что-то полезное. А кто-то сидел, ну так расслабленный, просыпался. Кто-то сидел в телефоне, потому что беда это в соцсети, выкладывал свои фотки уже с конференции, кто-то лайкал чужие. Кто-то, я видел, даже в игрушки умудрялся играть. Да-да-да, друзья. Кто-то спал. Потому что само по себе событие, оно никакое. Само по себе событие, оно нейтрально. Но ты сам придумываешь интерпретацию к этому событию, и живешь исходя из того, что ты по этому поводу придумал. Эта конференция, она никакая. Не в смысле плохая, а в смысле она никакая. Но ты сам решишь, какая она будет. Спикеры, которые будут выступать на этой площадке, на других, они никакие. Но ты придумаешь что-то про этих спикеров, и будешь жить исходя из того, что ты придумал. Бизнес 1С Битрикс, он никакой. Я знаю. Но ты можешь сделать это лучшим бизнесом своей страны. Казахстана, Украины, Белоруссии или России. Потому что мы... Магнитогорск. Магнитогорск, да. Друзья, скажите, пожалуйста, я рад, что вы проснулись. Что сейчас произошло? Ваша версия. Упал маркер еще. Ослабла рука. Я фитнес-клуб один тренировал, и там здоровые парни сидят. И один такой, тебе бы потренироваться, ручки слабенькие. Еще варианты, что произошло. Привлек внимание. Кто-то говорит, он что-то хочет этим сказать. Кто-то говорит, он издевается. Кто-то говорит, фигня, сила притяжения. Что на самом деле сейчас произошло? На самом деле. Отвлекли нас. То есть смотри, ты искренне думаешь, что ты знаешь, что произошло на самом деле. Ни ты, ни я, мы не знаем, что произошло на самом деле. Но у нас в голове, в момент происхождения события, когда оно рождается, рождается интерпретация. И мы живем в привычных интерпретациях. Есть интерпретация, недавно, позавчера буквально перед самолетом купил книгу, по продажам, открываю, и автор пишет. Продажи – это война. Продажи – это кровь и мясо. Это кишки и хруст костей. Это боль. Это скрежет зубов. Я читаю в самолете, у меня мурашки, у меня шерсть. Это его интерпретация про продажи. Моя интерпретация – продажи – это весело, это здорово, это интересно, это драйв, это энергия, это интересные люди, это возможность знакомиться, это подарки. Кому клиенты дарили или дарят подарки? Здорово, классно. Мне тоже дарят подарки. Иногда даже по второму разу приглашают на конференции. Это не тот случай, я понимаю. Но тем не менее у меня еще есть время, поэтому задача – быть полезным. Окей, поэтому как пройдет твой день, эта конференция не зависит абсолютно от самой конференции. Не зависит от спикеров, не зависит от страны, в которой живешь. Не зависит от города, а зависит от того, как ты все это будешь интерпретировать, что ты по этому поводу сможешь сегодня придумать. Смотрите, у тебя прямо сейчас есть комментатор в голове, и твой комментатор все комментирует. Вышел первый список, и твой комментатор говорит «О, шеф!». И то, как ты к нему относишься, к Сергею, к вашему генеральному директору, то так ты и воспринимаешь его слова. Твой комментатор, он все комментирует. Ты приезжаешь к клиенту, смотришь на клиента, и твой комментатор говорит «Нищеброд». И с этого момента ты взаимодействуешь с клиентом как «Нищебродом». Он никакой, но ты что-то про него уже придумал, решил. У нас есть разные комментаторы у людей. Вот с газетой мне очень нравится мужчина. У нас у многих такой комментатор. «Ну давай, тренер, расскажи нам что-нибудь. Давайте, дайте мне, я приехал на партнерскую конференцию, дайте мне, дайте мне новые инструменты, дайте мне новые процессы, дайте мне что-то новое, а я решу, буду я этим пользоваться или нет». Другая интерпретация, вот этот парень в очках мне нравится. У меня на днях были переговоры в одной компании, я приехал, там сидит HR-директор, и она на краешке стула такая «Ну и что, а какие вы тренинги ведете?» «Ой, как классно!» И я так же сел, и нам с ней весело, нам с ней интересно. Она живая, она интересуется жизнью, ей сама жизнь интересна, да? Есть вот такие ребята посередине, видите, голова в голове. А кто, кстати, первый раз на конференцию приехал? Вот, это вы. Вы так с осторожностью, ага, надо посмотреть, что здесь, как, что почем, да? Ага, вы с осторожностью, вы их жизни очень часто с осторожностью, да? Вам говорят, повышайте цены, они говорят, ага, ага. Вам говорят, делайте это вы, ага. Сейчас я посмотрю, как остальные сделают, облажаются, я делать не буду. Вот этот парень в бабочке мне очень нравится, вы знаете, есть такие люди, я их называю, мы даже в цирке не смеемся. Мы считаем, что жизнь – это борьба. Что, главное, это в детстве тебе говорили, смех без причины – признак красоты, да? Это нам с тобой говорили, да? Признак дурачины, да? Или много смеемся, плакать будем. Беда не приходит одна. И ты готовишься, утром что-то случилось, клиент бросил трубку, все, понедельник, день тяжелый. Твое восприятие, твой взгляд, он влияет на твой бизнес, на твои результаты. И вот вверху парень, мне тоже нравится, я как-то проводил тренинг для одного банка, и где-то ряду на пятом сидит девушка. Вы знаете, есть такие люди, я это называю лицо, которое лучше в штанах носить. Видели таких? На него смотришь, и ощущение, что у него сразу болит зуб, язва, геморрой, ногу намозолил, и плюс с утра еще ДТП и пожар. Я к ней обращаюсь, я говорю, у вас все хорошо, все нормально. Правильно? Она глаза подняла, говорит, вот Михаил, ты ржешь, а жизнь боль. Я не знаю, как на самом деле, легко ли делать бизнес, но моя интерпретация, что легко. Моя интерпретация, что жизнь что-то интересное, что-то яркое, что-то незабываемое. И интерпретации может быть бесконечное количество, но мы выбираем ту, к которой мы привыкли. Мы 50% мама, 50% папа, мы что-то слышали с детства, мы это впитали, и мы думаем, как мы смотрим, так оно и есть. Да, друзья? Есть люди из небольших городков, там меньше миллиона? Да. Я просто был в Китае, и у меня партнеры китайские говорят, Михаил, а у вас город большой? Я говорю, да, миллионник. Они так... То есть у них миллионник, я думаю, что это? Вот, окей. И у вас есть установка, что в маленьком городе как бизнес делал, он же маленький. Ну и так далее, понимаете, да? Жизнь боль. Как на самом деле, я не знаю, но я верю, что твой комментатор создает твои результаты. Ты утром идешь на работу, в офис, наступаешь в лужу, что говорит тебе твой комментатор? Да, да, у многих... Есть две настройки. Первая настройка – мы ругаем себя. Ах, я неловкий. Ах, зачем новые ботинки? Неудачник, день... Ну все, все, ты уже все про себя решил. Есть вторая настройка – мы ругаем всех и вокруг. Дороги не те, город не тот, страна... И климат. Климат. Я родился в городе Пермь, и меня всегда удивляет, когда люди ругают климат пермский. Я говорю, ребят, если так вот на минуточку, раньше туда отправляли людей в ссылку, а мы там живем, ну, по собственной воле. И вы удивляетесь. Это то же самое, что в Краснодаре жить. Говорят, почему жарко так? Есть в Краснодаре люди? Здорово. Я полгода прожил в Краснодаре. Мне очень нравится этот город. В мае я снова туда уезжаю. Окей, хорошо. Смотрите, друзья, на этой конференции с вами будут делиться знаниями и навыками. И, например, вас уже пригласили в 15.00 на блок, который посвящен продажам. И там будут знания и навыки. Но я утверждаю, что ваше отношение к этому влияет на результаты. Какие бы знания, навыки вам не дали сегодня в течение этого дня, сами знания и навыки никак не повлияют на твой бизнес. Но твое отношение к этому, то, что ты выберешь взять или не взять, использовать или не использовать, повлияет на твой выбор. Отношение к клиентам. Я много провожу тренингов по продажам, и я всегда спрашиваю, а какие у нас клиенты? Друзья, а какие у нас клиенты? Разные. Ответ номер один в России – разные. А когда начнем? Они никакие. По факту клиенты никакие. Но мы сами решаем, кто он. Вынос мозга? Нищеброд? Любимый клиент. Мы сами размещаем ярлыки на клиентах и потом взаимодействуем уже не с живыми людьми, а с этими ярлыками. Друзья, вы еще со мной? Вы меня слышите? Окей, отлично. Смотрите. Наши отношения к 1С Битрикс, компании, наше отношение к этому форуму. Твое отношение создает твои результаты в твоей жизни. Изменишь отношения, изменится результат. Окей, мы живем в рамках, которые отображены на этой картинке, и мы постоянно из прошлого перемещаемся в будущее. Из прошлого перемещаемся в будущее. 2014 год прошел, 2015 год, 2016, 2017, сегодня уже 27 число. Мы постоянно перемещаемся. Но в момент, когда ты принимаешь какое-то решение, что ты делаешь? Ты постоянно возвращаешься мысленно в прошлое, смотришь, как было там, и, исходя из этого, принимаешь какое-то решение. Так устроен человек. И мы попадаем в эти рамки, мы становимся заложниками этих решений. Я раньше так никогда не делал. Окей? И ты приходишь к будущему, и будущее плюс-минус похоже на твое прошлое. Плюс-минус одни и те же люди, плюс-минус одни и те же результаты, плюс-минус одни и те же деньги. Я не против этой схемы. Она точно безопасная. Потому что наше прошлое, оно нас защищает. Эти рамки, они нас защищают. Я прекрасно помню, мне в детстве родители запрещали самому включать елку. А мне стало интересно, я решил сам это сделать, родители были заняты. Я взял вилку, подошел к розетке. А кто помнит, был такой дождик алюминиевый на елках. Кто помнит? Вот-вот, и у меня он намотался на вилку. И я втыкаю в розетку, и бум! Темнота, свет погас, я меня отбросила. Мама кричит, папа кричит. В общем, все нормально, мальчик выжил. Но с тех пор, в настоящем, когда я нахожусь в настоящем, и мне жена, например, говорит, Миш, надо лампочку поменять. Я возвращаюсь в прошлое. Не беру дождик. Я одеваю резиновые тапочки. Я вытираю насухо руки, и на всякий случай с семьей прощаюсь. Я говорю, дети, папа пошел лампочку менять, если что. Я надеюсь, что был хорошим отцом. Потому что мое прошлое, оно меня оберегает. Но в то же время, оно меня ограничивает. Я уже не стану великим электриком, инженером, Тесла вторым, потому что меня это ограничивает. То же самое с тобой. То же самое с тобой. Ты каждый раз, когда принимаешь решение, ты смотришь в прошлое. И ты приехал на эту конференцию, и я предлагаю тебе другую модель. Забудь то, что было в прошлом. Повернись к прошлому спиной, и, наконец-то, лицом повернись к будущему. Потому что большинство людей идут спиной. Мы идем спиной и постоянно смотрим. А ну а что? Ну а там? Ну а как? Ну да, ну вот. Это у них там, а я что? Ну да. И у нас плюс-минус одни и те же результаты. Я расскажу пару историй. Например, когда-то я не был бизнес-тренером. Да, был день, когда я не был бизнес-тренером. И я помню, я придумал себе вот эту желтенькую букву «будущее» «я буду бизнес-тренером». Причем я придумал, что я буду бизнес-тренером номер один в этой стране. Это я придумал. Но в те моменты, когда я об этом думал, только начинал ставить свои цели, когда я, не дай бог, поворачивался в прошлое, я понял, что в прошлом-то этого никогда не было. Но самое интересное, это еще наше окружение. Моя любимая мама, когда узнала, что я собрался стать тренером, она быстро сбегала в прошлое. Она говорит, Мишенька, ты же в физико-математическом классе учился. У тебя с физикой хорошо, а у тебя спорная оценка была, помнишь, по русскому литературе в 11 классе, между колом и двойкой. Какой ты тренер? Я говорю, мам, я буду тренером. Когда папа узнал, он, естественно, сказал, найди нормальную работу. Он сбегал в прошлое. Еще один пример для тех, кто живет в городах, ни в Москве, ни в Питере, ни в Киеве, ни в Астане. Например, в городе Пермь, откуда я родом, есть компания «Вера Моторс». Я с огромным уважением рассказываю об этих людях, чтобы вы понимали. 9 лет подряд компания является лучшим дилером Toyota в России. 8 лет подряд лучший дилер Lexus. И последние 2 или 3 года лучший сервисный центр Porsche. Люди из других городов прилетают в Пермь, в их корпоративный институт, чтобы учиться продавать Toyota и Lexus и учиться обслуживать людей, владельцев автомобилей Porsche. Раньше никто этого в России не делал, чтобы в каких-то маленьких городах были такие результаты. Но люди придумали свое будущее, и они его сами создали. Еще один пример. В городе Киев один мой знакомый тренер рассказывал историю, которая меня очень вдохновила. Парень после тренинга, тренер, там трехдневный тренинг, тренер говорит, давайте поставим цели, только не которые сами по себе произойдут, вот просто вот в любом случае ты куда-то придешь. А что-то экстраординарное. И парень молодой через 3 дня тренинга выходит и говорит, я заработаю свой первый миллиард через 7 лет. Ну в зале все, естественно, засмеялись. Даже тренер улыбнулся, говорит, у меня один вопрос, а почему миллиард, почему не миллион? Он говорит, ну вы же сказали вот что-то экстраординарное. Просто для меня и миллиард, и миллион это нереально. Ну миллиард тупо больше. Вот так парень мыслил. И прошло порядка 7 лет, и мой знакомый, тренер, рассказывает, он говорит, мне раздался звонок, меня пригласили на переговоры, я прилетаю в Москву, приподнимаюсь в офис, захожу, огромный офис, компания, хотят заказать тренинг. И сидит этот парень. Сидит этот парень, он оказался владельцем этой компании, он говорит, у меня был один вопрос. Миллиард есть. Он говорит, ну близко, 900 с чем-то уже миллионов и так далее. Понимаете идею? И четвертый пример из этой же истории. Год назад один из наших тренеров, Иван Маурах, звонит мне, говорит, Миша, привет. Я говорю, привет, Вань, ты умеешь на велосипеде кататься? Я говорю, ну в детстве катался. Он говорит, ты нам подходишь. Я говорю, для чего? В Бронницах будет триатлон, у Володи Герасичева там тренинг, поэтому подменишь, если что? Я говорю, ну да, подменю. Я говорю, а что нужно сделать? Он говорит, 40 километров проехать. Я раньше этого не делал, я не знаю. Я говорю, Ваня, это реально? Он говорит, конечно, реально. Я полтора километра проплыву, ты 40 проедешь, а Андрей, там, командная эстафета, десятку пробежит. Я говорю, Ваня, я тебе верю. Домой приезжаю, я говорю, Катя, вот на эти даты ничего не планирую, я в триатлоне участвую. Она говорит, а что? Я говорю, ну мне надо 40 километров на велике проехать. Жена быстро в прошлое сбегала, ко мне подходит, говорит, Миш, ты не дебил? Ты хочешь, чтобы я вдовой осталась? Ты этого никогда раньше не делал. Я говорю, да, но у меня есть цель, я хочу сделать это. Я нанял нескольких себе тренеров, там, два человека меня консультировали, они меня подготовили, и мы прошли эту дистанцию. Наша команда называлась «Слабоумие и отвага». Ну, потому что мы все трое, мы впервые это делали. Но в этом году я себе поставил снова цель, и я один пройду эту дистанцию. Я буду плыть, ехать на велосипеде и бежать 10 километров. Да, я раньше этого не делал, но это моя цель. Ребят, понятна сама идея. Поэтому вы сегодня, в конце этого дня, вы можете для себя что-то решить и придумать, каким будет ваше будущее. И это точно никак не связано с этой конференцией, это связано с тем выбором, который вы сделаете. Есть три формы жизни, три формы отношения. Первая форма — это заключенный. Есть те, кто сюда приехал, потому что руководство сказало, надо приехать. Здорово, немного, да? Самое интересное, что даже те, кто сами иногда приезжают, они живут в модели заключенного. Как вы думаете, какая цель у заключенного? У него есть цель — отсидеть. Он все время спрашивает, а перерыв будет? А кормить будут? А пораньше уйти можно? Что, и в соцсетях сидеть нельзя? Я много провожу тренингов корпоративных, и там бывают обычно заключенные на последний ряд садятся и с ненавистью смотрят на тренера. Если вы утром спросите в любом городе, у метро, у автобусной остановки, куда ты едешь? Люди скажут, на работу. Для чего? Какие будут ответы, как вы думаете? Работать, потому что надо. А что делать? А куда ехать? Боль. А ты знаешь, какая у меня ипотека? И трое детей, да? Заключенные. Любимый день заключенных, как вы думаете, какой? Пятница, а не любимый? Понедельник. Но есть те, у кого воскресенье. Они уже с вечера одевают, и все, они уже готовятся. Опять холодные звонки, опять там что-то делать. Я считаю, что это самая неэффективная модель, самое неэффективное отношение и самое низкое КПД. Вторая модель — курортник. Вот здесь таких много. Для вас спикеры — это аниматоры. Нормального аниматора организаторы прислали, нормального. А этот аниматор скучноват. Посижу в соцсетях. Мы и к бизнесу так относимся. Если получается, классно. Не получается, все. У нас уныние, мы начинаем искать новый курорт. Если, кстати, близко курорта нет нормального, курортник превращается в заключенного. Мы делаем бизнес, потому что вынуждены делать бизнес. А что делать? У меня люди, я взял за них ответственность. Жизнь — боль. Бизнес — это борьба. Кровь, мясо. И так далее. И есть третья модель, третье отношение — партнер. Я приехал на эту конференцию, потому что это мой выбор. Я приехал на эту конференцию, потому что это мой бизнес. Я максимум отсюда заберу, и я буду делать все то, что я считаю правильным, нужным и эффективным. Я верю, что это самая эффективная модель с точки зрения результата и КПД. Также есть следующая форма отношения. Люди бывают целостные, бывают нецелостные. Что такое нецелостный человек? Я думаю одно, говорю другое, а делаю третье. Мне собственник ставит план. В этом месяце нужно сделать столько-то миллионов. Я понимаю, что это нереально, но я киваю и говорю, конечно, сделаем. Вы же сказали. Я иду к своим бойцам, к своей команде, говорю, ребят, я оттуда. Но вы же в курсе, там же они же с конференции вернулись. Им же там сказали, что все зависит от тебя, время действовать. Короче, вот такой план. Ребята. И все живут в разговоре, что это нереально. Но что-то при этом делают. Другая модель, я верю в нее. Все я думаю, говорю и делаю в одном направлении. Эти вещи совпадают. И пока моя команда, пока мой офис, пока мои бойцы, они не живут так же, как я, мы не идем работать. Мы должны соединиться и договориться. Сколько в этом месяце мы сделаем. И мы должны поверить в это. Тогда это будет целостно и эффективно. И тогда будет энергия. Это то, во что я верю. Еще одна модель. Модель сопротивления. У нас люди очень любят сопротивляться. Чему мы сопротивляемся? Любым изменениям. Друзья, чему вы сопротивляетесь? Давайте вспомним. Курс доллара изменился. Сопротивляемся. Ситуация на рынке изменилась. Сопротивляемся. Новый игрок появился. Сопротивляемся. Человек уволился. Сопротивляемся. Что происходит? Я иду по жизни. И в мою жизнь падает событие. Любое событие. И в этот момент это событие упало. И когда оно упало, я на него смотрю и говорю, так быть не должно. Это неправильно. Должно быть по-другому. Я не согласен. И в этот момент настроение ухудшается. Энергия падает. Результаты падают. Но у тебя есть иллюзия контроля. Я не сдаюсь. Я борюсь. Есть другая форма, другая интерпретация принятия. Событие упало. Курс доллара изменился. Рынок изменился. Новые игроки пришли. Что-то произошло. И в этот момент, когда это упало в мою жизнь, я говорю, окей. Раз оно есть, значит оно есть. Какая у меня цель? И в этот момент, когда я принимаю любое событие в свою жизнь, и думаю о цели, думаю о том, что мне нужно делать, у меня появляется энергия и появляется выбор. Я делаю выбор, я делаю действия. Эти действия привели меня к новому результату. Что-то новое упало. Я смотрю то, что упало. Если меня это устраивает, окей. Если нет, я опять это принимаю. И двигаюсь дальше. Я безумно люблю фильмы. Смотрели вы там Джеймс Бонд, Миссия невыполнима, все вот эти истории. Я раньше не понимал, почему мне это так нравится. Я потом понял. Потому что я никогда не видел Джеймса Бонда в депрессии. Представляете, его тетка отравила, и он говорит, как так? Это неправильно. Так не должно быть. Серега, Женя, как? Да ты понимаешь, ну вот что это? В него стреляли. Он говорит, Дима, ты понимаешь, ну они стреляли в меня? Может, это не мое? Может, чем-то другим заняться? И 400 серий он разговаривает, думает. Он перетирает все это. И Серега или Дима говорит, надо бороться. Он говорит, я буду бороться. Ой, а что это такое? Что это? Кто это сделал? Кто это? Что это? Событие упало, я в принятии. Я верю в то, что если ты принимаешь события, и в этот момент думаешь о цели, у тебя есть энергия, и есть выбор, как двигаться дальше. Окей, еще один момент, еще одна картинка, которую нарисую и считаю очень важной. Это наше отношение к результату. А можно вопрос? Вот у меня здесь 30 минут стояло или 40? 40? То есть я уже 40 минут здесь? Я в принятии. Ладно, хорошо. А у меня есть что? Это организаторы мне перелистывают, я правильно понимаю? Смотрите, друзья, тогда две картинки нарисую и буквально еще минуту времени. Есть понятие результата. Результат. Мы можем померить результат в твоем бизнесе? Можем? Ну, конечно, финансами, объемами, чем-то еще, чем-то еще. Есть понятие нет результата. Но большинство людей, когда подводят итоги, месяцы, недели, года, квартала, жизни, они почему-то ставят здесь знак равенства. Для них результат равен нет результата. Как вы думаете, как это может быть? А равно не А. Как может быть это равенство? Откуда оно берется? Окей, я не буду вас мучить, я скажу. Люди придумали следующую схему. Результат равен нет результата. Плюс хорошая история об этом. И самая классная история для бизнеса началась в 2008 году, и она называется «Кризис». При этом в любой компании, в любом городе, в любой стране есть компании, которые в этих условиях растут, а есть компании, которые в этих условиях падают. И я утверждаю, что одним просто важен результат, а другим важна хорошая история. В конце месяца, когда твои сотрудники приходят и отчитываются, они отчитываются результатами или историями. Когда человек опаздывает, он признает, что результата нет, или он рассказывает, что? Историю, конечно. Я предлагаю вам следующую схему, и я верю, что это может быть эффективным для твоего бизнеса. Выглядит это так. Результат не равен нет результата плюс хорошая история. И если ты в своей команде, в своей компании создашь вот такую атмосферу, где люди работают на результат и не рассказывают хороших историй, многое изменится. Я прошу вас, на минутку встаньте, буквально на минутку. Встаньте, пожалуйста. Присядьте. И комментатор говорит, это все, что ли? Зачем он это сделал? Я сейчас снова скажу, встаньте, но встаньте, знаете, с тяжестью, с усталостью. Закатите глаза так. Он опять заставил встать. Встаньте, пожалуйста. Я предлагаю заметить, у многих первый и второй раз не отличались. Вы настолько привыкли вот жить в тяжести. Присядьте. Спасибо. Я сейчас попрошу... Да, да, точно, точно. После того, как я скажу, встаньте, да, буквально 30 секунд, после того, как я скажу, встаньте, встаньте, знаете, с энергией, с драйвом, можно крикнуть, можно прыгнуть. Вот все, что вы выберете. То, как вы будете работать на этой конференции, вот с такой энергией. Когда я скажу, раз, два, три, встаньте, сделайте это. Отлично, спасибо, пока присядь. Сделайте это. Вот как вы хотите, чтобы прошел ваш 17-й год, как вы хотите, чтобы прошли ваши ближайшие 5 лет, вот с этой энергией. Давайте. Раз, два, три. Встаньте. Окей, отлично. Давайте мы поблагодарим друг друга. Спасибо вам. Смотрите. И последняя мысль, последняя мысль, которую я озвучу, и я покину эту сцену. Я предлагаю тебе сейчас задать себе один вопрос. Что я намерен создать? Что я намерен создать на этой конференции? Что я намерен создать в своем бизнесе? Что это твоя цель? Я, это ответственность стопроцентная за весь мой бизнес. Намерен, это мера и действия. И создать это что-то новое. Это не то, что произойдет само по себе в любом случае к концу 17-го года, а что-то большое, яркое, интересное и впечатляющее. Я верю, что ты можешь это сделать, потому что от меня точно ничего не зависит. Все зависит от твоего выбора. Окей, друзья, желаю хорошей конференции. Спасибо вам. Создавайте бизнес. Удачи. Спасибо. Спасибо.